И всем привет, ребят! С вами Старваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвященный каким-то гениальным моментам, да, происходящим в нашей игре. Если в последнее время я говорил о том, что у разработчиков игры в этом году всё началось очень как-то круто, жёстко, нету каких-то моментов, за которые можно зацепиться, которые можно там захейтить, сказать, что что-то сделали ребята неправильно, что это там, например, какая-то дичь, зачем такое делать и что-то в этом духе. И в этом году я был максимально, да, начиная с 2021, я имею в виду именно этот год, максимально рад обновлениям, всем ивентам, которые разработчики начали делать, да, и, ну, реально, была видна работа, было видно, что ребята думают, по крайней мере, пытаются сделать что-то крутое, интересное. И по онлайну было видно, что есть прирост, есть интересные фишки, которые они сумели сделать. И я неоднократно говорил, что придраться просто не к чему. Вот даже если захотеть, придраться не к чему, абсолютно. И вот, как только я пару-тройку раз эту фразу сказал, появилось то, к чему можно придраться. Речь сегодня идет о челлендже. Не в общем о всех челленджах, да, хотя это тоже очень такая тема, которую я могу очень сильно задеть, да, говорить о ней вечно, да, и говорить, что там эти челленджи давным-давно уже пора обновлять, делать что-то новое в последних, да, призах, что-то более интересное, потому что это все уже наскучило, надоело, однообразие и все в этом духе. Но сегодня не об этом. Сегодня не об этом. У нас появился вчера, вернее, анонс как бы появился позавчера, но вчера вышел челлендж, да, вчера вышел новый челлендж, февральский, второй, как всегда у нас, вы знаете, два челленджа в месяц выходят. Ну и посмотрели мы все вместе на стриме, даже если я не ошибаюсь, призы, да, пролетели как бы тут, ну ничего удивительного, там контейнеры, как всегда там устройства какие-то, красочки новые там, все дела, летим-летим дальше, хоп, иммунитетик от поджога, хороший на крусейдер, конечно, я был бы очень сильно рад, если бы это был бы не крусейдер, а был бы Орес, ну и дальше кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу-кручу, оп, иммунитетное глушение, васпик, И тут врывается, наверное, порядка пяти одинаковых сообщений о том, что данное устройство совсем недавно было у нас в контейнерах. О, вернее, не в контейнерах, а в челленджах. Ну и понятное дело, что когда у тебя за короткий промежуток времени появляется одно и то же устройство, то здесь возникают вопросики. Как, зачем, почему? Как можно сделать с одинаковым призом в промежутке, переходим к тому, к челленджу, в котором было это устройство, 33 челлендж, с 16.11 по 1 декабря. Сейчас у нас что? Сейчас у нас конец февраля, второй февральский челлендж. То есть, грубо говоря, прошло у нас 2, ну ладно, 3 месяца, грубо говоря. Не 2,5, ну ладно, возьмем 3. Прошло 3 месяца. Вы мне хотите сказать, что за это время появилось настолько большое количество устройств, что нельзя было повториться то, что все устройства абсолютно были уже в челленджах и новых устройств за это время не могло быть или что-то в этом духе. То есть, ну как-то, ну и так уже многие ребята получают постоянно эти контейнеры XT, которые копятся, да, и у меня копятся, да, если вот я просто открою свой аккаунт и покажу вам, сколько у меня уже контейнеров XT, да, скин контейнеров. 16 штук. То есть, это 16 полноценных челленджей, которые мне уже абсолютно не к чему. А потом выходит челлендж, в котором мы видим иммунитет от оглушения. Да, конечно же, вы мне сейчас скажете, но ведь устройств стало 2 с нового года в челленджах. Вы скажете мне, ну это же просто имба, это тебе в подарок еще одно дают. Но я с вами не соглашусь. Я абсолютно с вами не соглашусь. Окей, если бы мне это устройство выпало с контейнеров, я бы ничего не сказал. Я бы сказал бы, ну, упало и упало. Окей, упало. Все, я ничего не могу предъявить к тому, что мне дропнуло. Но если в челлендже появляется одно и то же устройство с промежутком в 2 с половиной месяца, то это затрагивает очень большое количество моментов, вопросов, почему такое происходит. Почему нельзя добавить что-то новое? Да, возможно, вы сейчас скажете, а может быть они просто ошиблись. Если они ошиблись, почему этому не делается большая огласка и почему это делается настолько халатно? Ведь это можно было исправить. Можно было исправить и можно было сделать так, чтобы такой ситуации не произошло. Эти моменты нужно проверять. Ведь большое количество игроков покупает все эти самые замечательные боевые пропуска, дабы получить новое устройство. Я знаю большое количество игроков, которые не покупают их, если там нет устройств, которые им реально нужны. Если там будет в устройствах, например, то, что у них либо есть, либо им неинтересен, например, пристам. Ну, условно, там будут облегченные конструкции или еще что-то. В этом духе они просто не будут тратить там коины. И тут выходит челлендж, в котором есть уже по дефолту то устройство, которое у нас было в ближайшее время. Ну, вот, ну, как бы, ну, для меня это ближайшее время. То есть, ну, это относительно недавно было. Относительно недавно. То есть, там 2,5-3 месяца это очень мало. Для челленджей, которые идут друг за другом и всего, ну, я не скажу вам, конечно, сколько всего в танках устройств. Но если так немножечко, ну, хотя бы поразмыслить их больше, я думаю, что 70 так точно. Если, хотя, не, какой 70? Я думаю, что там их подстольник. Подстольник устройств. И когда я открываю, вот, например, архивы челленджей, да, и понимаю, что, по сути, это значит у нас 39-й челлендж. 39-й челлендж. Устройства начались у нас. Ну, давайте посмотрим, когда у нас начались устройства. Здесь у нас устройств никаких еще не было, да. Например, там, ну, 20-й, да, 20-й, да, 20-й, 20-м. Что у нас в 20-м? Даже, даже в 20-м еще у нас не было никаких устройств на корпусах. То есть, по сути, там, ну, ну, давайте 25-й возьмем. Давайте 25-й возьмем. Может, тут появились устройства. Здесь устройства на пушке. Вот. Есть уже, да. Только здесь у нас поначалу они были по одному. По одному устройству, да. По одному устройству. Здесь еще не было. 21-й. Ну, короче, где-то вот здесь, в этом промежутке, с 20-ти до 25-го появились у нас устройства на корпуса. Да, вот здесь уже есть тяжелый мамонт. Первые начальные челленджа, да. То есть, у нас прошло всего лишь в сумме, ну, порядка, пусть будет 20. Хотя это за многое все. 20-ти челленджей. Плюс с нового года только у нас начались по два устройства. До этого были по одному. Соответственно, даже половины устройств при любом раскладе, при любой математике не было у нас еще в танках. Вопрос повторяется. Почему вводят в челленджи одни и те же устройства с промежутком в 2,5-3 месяца? Я не знаю. Я серьезно не знаю. И для себя понимаю, что это первый, наверное, таки челлендж. В котором я принципиально не буду покупать данный замечательный боевой промежуток. Почему? Ну, потому что контейнеры, да, как бы там краски какие-то, еще что-то в этом духе, да. Я мог бы, конечно, получить. Да, мог бы получить. У меня там коины есть. Но, дабы просто в дальнейшем ребята думали, ребята делали работу над ошибками. И чтобы в дальнейшем таких ситуаций не повторялось. Я все-таки хочу смотреть объективно на вещи. И не раз говорил, что с начала этого года у разработчиков реально видна работа. Видно, что они заинтересованы в удержании аудитории, в привлечении новой аудитории. И в работе вообще в этой всей сфере. То есть, видно, что ребята собрались. Реально собрались с этого года. И очень много интересных вещей. Но если я уж честно говорю, и честно говорю, что вот есть круто, все круто, все круто. И многие начинают меня уже там жестко хейтить и говорить, что там я там на каком-то контракте, еще чем-то. Что там только всегда говорю, что все идеально, все четко, все круто, все бомбически. Хотя там многие не согласны с моей точки зрения. То тогда я уж, извините меня, если говорю, что не к чему придраться. И вижу, что уже как бы есть к чему придраться. То, конечно же, свою позицию в этом плане высказываю. Как-то так, друзья. Здесь уже ваше право. Как судить эту ситуацию? Как относиться к этому челленджу? Высказывайте свою точку зрения в комментариях под данным видеороликом. Но я с первой вещью, с первым моментиком в этом году не согласился. Ну и можно так сказать, это первая ошибка, первый минимальный провальчик от разработчиков в этом году. Надеюсь, что таких ошибок в дальнейшем не повторится. У меня на этом все. Поддержите данный видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вам понравился. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.